Здравствуйте, в студии Аскар Басыров и это Мировые Новости. Правительство поручило МВД и Минкульту подготовить рекомендации по соблюдению правил дорожного движения в российских фильмах. В данный момент этот вопрос прорабатывается, однако источник газеты РУ в правительстве пояснил, что в фильмах иногда показывают ситуации, когда герои нарушают ПДД и делают это в условиях, которые, можно сказать, не требуют такого поведения. Например, это не погоня или чрезвычайная ситуация, а совершенно обыденные жизненные ситуации. Нарушаем, нарушаем. Так что мы нарушаем, мы ничего не нарушаем. Нарушаем, нарушаем. Трубочку подуем. Да, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Так ты пьяный. Например, герой едет за рулем и вдруг начинает говорить по телефону. Ну или едет непристегнутым, или, не дай бог, на красный свет. То есть государство заботится о моральном облике наших кинокартин. Вот посмотрит зритель какой-нибудь форсаж. Там все пьют, курят и, главное, постоянно нарушают ПДД, несмотря на то, что говорят о семейных ценностях. Все ищут острых ощущений. Но самое важное – это семья. В общем, сплошное лицемерие и никакой культуры и духовности. Вот в Минздраве предлагают пойти еще дальше и запретить курить в российских фильмах. Так вообще мы останемся без детективов и боевиков. А если рекомендации распространяты на старые фильмы, то, боюсь, придется запрещать всю классику. Потому что там везде показывают живых людей с их сильными и славыми сторонами. И никакой вам больше бриллиантовой руки или джентльменов удачи. Не говоря уже о классике литературной. Впрочем, есть у нас и другое предложение. Нужно просто запретить в стране дураков. Тогда и такие глупости придется комментировать гораздо меньше.